Всем привет! Меня зовут Ирина Маркелова. Участвую в проекте «Всем миром!» с далекого 2013 года. Сегодня в беседе один человек удивился и сказал, так получается, что приглашая людей в проект, это надо делать каждый день. То есть не инвестиции, там закинул деньги и получаешь, хочешь приглашаешь, хочешь не приглашаешь, а каждый день. На что я ему ответила, что это не работа. У меня это уже сложился образ жизни. Я, например, если приготовлю что-то вкусненькое, я не сяду есть, если я не сниму сториз. Никому не даю кушать, пока я не сниму сториз. И меня в семье это понимают, потому что у меня муж сетевик, потому что он также снимает сториз. Например, я замолчу, он начинает снимать. Я подожду, пока он закончит, я начинаю снимать. Не все земные люди это понимают. Причем от этой деятельности меня прет. В реальном смысле этого слова. Я от этого просто кайфую. И это еще подкрепляется денежными переводами в любой точке мира, где бы я ни находилась. И так на протяжении 8 лет. То есть если бы не было переводов, то я бы, возможно, занималась бы этой деятельностью, но не давала бы всю себя. Вот есть такие люди, вот как у меня подруга, которая за копеечную зарплату, она педагог, она работает уже более 20 лет в школе. И за копейки она дает всю себя детям. Она может часами рассказывать о каждом ученике и ходить за копейки, потому что ей нравится. У нас же высокодоходный проект, что зарабатывая, вот как на главной сайте написано, 10 тысяч долларов в месяц, просто помогая людям, это реально. И вы действительно можете столько заработать, если приложить к этому немного усилий. Вы можете работать по 24 часа в сутки. Можете уделять этому 1 час в сутки. И что самое важное, вы можете находиться в любой точке мира, где есть интернет, лежа, либо сидя просто со смартфоном. Очень много раз я лежала на пляже с коктейльчиком, смотрела, любовалась морем, чайками и ловила переводы, общалась с партнерами. Было такое, что после кесарево сечения я лежала в роддоме, извините за подробности, с катетером, я не могла встать, ходить. Что остается делать? Только телефон, интернет, не играя в танчики, например, и просто прозябать свою жизнь, а общаться с партнерами и получать переводы. Я помню, за 5 дней, когда я лежала в роддоме, я получила порядка 50 тысяч рублей в проекте «Всем миром», не напрягаясь. Неужели плохо быть миллионером, просто приглашая людей? Вот я, например, не хочу ходить на работу до старости, до пенсии, а потом, как говорят, обеспечь себе хорошую старость. Да вы здоровье свое потеряете, прежде чем пойдете на пенсию, если, конечно, доживете, а будете в пенсионный фонд отчислять всю свою жизнь. А потом будете свою пенсию тратить на таблетки, как это делают сейчас мои родители. Ну и напоследок, что я хотела сказать. Заниматься проектом здесь нужно только дикое, безумное желание. Вот иметь желание, хотеть заниматься проектом, хотеть о нем рассказывать, как это сейчас делаю я. Хотеть писать посты, хотеть записывать истории, общаться со своими партнерами. Просто хотеть заниматься этой деятельностью. Ну, а если нет желания, то не нужно себя заставлять. Вот это мое мнение. На этом я заканчиваю. Свою партнерскую ссылочку я оставляю под видео. Помните, в проекте я 8 лет? 8 лет в одном проекте. Это о многом говорит. Всем пока.